Пить много воды, носить светлую одежду из натуральных тканей, избегать открытых солнечных лучей. В игру пришла настоящая жара. И, судя по прогнозам синоптиков, уходить пока не собирается. Как пережить изнуряющий зной? Варианты предлагает моя коллега Наталья Платонова. Вроде ждали лета, а когда пришла настоящая жара, осталось только одно желание – спастись от пекла. Что на юге хорошо, то в юганский караул, делится Людмила Усковская. Надо почаще дома находиться от такой жары, потому что голова кружится, невозможно много гулять и ходить. Сейчас за водичкой сходила и домой. Ольга Мурзина через каждый час принимает душ и также предпочитает пересидеть жару в квартире. Искала спасение на даче, то не нашла, мошки заели. Поэтому дома душ, все закрыто, вот так спасаемся. А вот Нина Почуева наносит двойной удар по жаре прямо на улице. С ветерком на велосипеде внутрь мороженое. Ну, наверное, дома, да, ой-ой-ой, а на улице нет, в принципе, хорошо. Свой секрет, как не поджариться в городе, рассказала нам и восьмилетняя Эля Липс. Я считаю, что нужно идти к фонтану и… Занырнуть в него. Нет, не занырнуть, а чуть-чуть, чтобы он на вас попадал. Медики рекомендуют не находиться на открытом солнце с 11 до 4 часов, носить светлую одежду из натуральных тканей и пить побольше воды. Но самые расчетливые нефтьюганцы от солнечных лучей не прячутся, заряжаются на весь год. Надо же когда-то погреться. Не так мало его видим. Наталья Платонова, Евгений Трефилов.